это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседин добрый вечер 7 ноября для вас праздник или уже не вспомнить что тогда было а ведь когда-то именно этот день являлся одним из самых главных для миллионов людей возможно даже самым главным великая октябрьская социалистическая революция когда красные победили белых через 74 года кончили с собой сами до 103 года прошло с гибели российской империи и 29 лет с гибели советского союза самоубийство советского союза очень разные даты но на самом деле согласитесь между ними весьма много общего при этом столько лет прошло но споры и конфликты до сих пор не утихают ты красный или ты белый отвечай уверен вы не раз слышали этот вопрос вида гражданская война она кончилась более ста лет назад но красные до сих пор бьются с белыми чаще всего в головах а иногда и на улицах каждый хочет доказать свою правду и потому атакуют вопросами ну например были ли у рабочих царской россии худшие условия труда и самая низкая зарплата в мире дал ли царь приказ о разгоне демонстрантов в результате которого погибло более ста протестантов был ли оправдан революционный террор 1901 1911 годов убивший 17 тысяч человек вопросы 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 и становится больше когда речь заходит о конкретных персоналях ну вот вам для разминочки как вы относитесь к сталину расстрелы гулаг или победа великой отечественной войне и как сказал черчилль иосиф взял страну с сакой оставил ее с ядерной бомбы до сталин это определенно разделительная черта и ненависть по обе стороны и стоит точно пыль на сельской дороге противники всегда найдут аргументы просто одни станут цитировать аквариум виктора суворова на другие ну к примеру труд владимира карпова генералиссимус ну а кто-то просто посмотрит странноватый такой фильм смерть сталина или ленин с ним вообще бесконечные войны одни выставили тело вождя как экспонат сделали мавзолей а другие требуют и требуют убрать кровопийцу с красной площади советское время из ленина но сделали буквально таки божество это вообще кстати ошибка говорить что то общество было атеистично нет оно было глубоко оккультно я бы сказал а вот теперь ленина превратили в дьявола ленина вообще редко воспринимают как личность как человека ну есть конечно исключение но например описаны они в биографии ленина авторство льва данилкина или вот вам фигура с другой стороны царь николай второй одни тут же воспоют страстотерпит святое другие завопят живодер рохля довел страну до предела ведь каждый по-своему будет прав вот вспомните хотя бы для начала какие споры велись вокруг фильма матильда слову абсолютно бесполезные споры потому что кино матильда дрянь прежде всего именно как кино впрочем у нас практически все кино с обращением к истории она превращается либо в пропагандистский такой себе листок либо безвкусную клюкву неважно это был до кантемира балагова об локатном ленинграде или к примеру викинг андрея кравчука князя владимире грешат даже великие ну например недавний 75-летний юбиляр никита михалков вот согласитесь его ленте утомленные солнцем 2 цитадель ну крайне много несуразиц и фальши засланы у тебя казачок лазутчик дело тут не только в сомнительном качестве российского кино просто наши взгляды они очень часто устремлены в прошлое вот понаблюдайте за собой за своими близкими за своим окружением ведь мы чаще говорим не о том что будет о том что было а если мы рисуем для себя будущее то исходим из прошлого которое зачастую не понимаем не знаем и не принимаем и вот от того мы очень часто не можем договориться о настоящем такой век тонкая красная линия между здравым смыслом и безумием пересекается моментально в один клик именно он отделяет пользователя или человека вот бесконечного числа трактовок и интерпретаций прошлого а то это прошлое напоминает композицию кандинскому вроде бы узнаешь отдельные детали до казаки башни ангелы но все вместе это сливается в абстрактное полотно истории и вот одних она вдохновляет на созидание других что бывает сожалению чаще на разрушение вот от разговоров о прошлом разить буквально разит прогорклым маслом его уже похоже не меняли в этой фритюрнице зла уже лет сто так и на нем же жарят мясо к новой войне потому что историческая память она как спиннер ну во первых это затягивает кто пробовал знает а во вторых его можно вертеть и так и этот фокус в том как ты всей этой тьмы прошлого высвечиваешь отдельные события и потому когда высвечивают так как им надо нас атакуют снова и снова заставляя точно на уроке физкультуры помните рассчитайся на первый второй только в данном случае рассчитайся на красных и на белых а после всем нужно уверовать свою правоту и вот так как писал бродский правота разделяет пуще греха собственно для разделения все и делается бесконечные споры о прошлом которые перерастают в конфликты настоящим они ведь но они не воскрешают мертвых но и не примеряют живых в конечном счете они разбрасывают людей по лагерям а после расчеловечивают в принципе ведь согласитесь этими маркировками и штампами уже невозможно увидеть человека мы видим лишь образ а вот под этот образ уже подверстывается своя история а красный значит такие стереотипы белый значит такие стереотипы именно так сегодня формируется образ врага ты чьих будешь вы меня извините товарищ артист на что такое че их чей колоб спрашиваю вот подобное произошло в украине и прибалтике к примеру да там сначала отформатировали прошлое разделили на своих и на чужих а после интегрировали это разделение в настоящее чтобы в итоге как писал когда-то александр солженицын раскаялись и самоограничились слово вот еще вопросец как вы относитесь к александру исаевичу с ненавистью или любя ну как бы кому не хотелось единого прошлого в принципе не существует как нет абсолютно правых и абсолютно виноватых гражданской войне вот слово и он называет борис пастернак в романе доктор живага называет кровавая калашматин этого на гражданской войне и пишет следующие строки очень точный изуверство белых и красных соперничали по жестокости попеременно возрастая одно в ответ на другое точно их перемножили от крови тошнила она подступала к горлу и бросалась в голову соперничали приумножали действительно это очень точные верные слова о том как зло разрастается а вот правда точнее относительная правда заключается лишь в том что и красные и белые желали для своего отечества благо просто благо на разный манер возможно ну желал его писатель белый иммигрант гайто газданов так начавший роман призрак александра вольфом из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве которое совершил это было летом на юге россии ну и далее собственно описание убийства во время гражданской войны желал счастья для своего отечества и красный поэт владимир маяковский написавший оду революции очень такую лингвистически сложную оду тебе освистанная смеянная батареями тебе изъездленная злословием штыков восторженно возношу над руганью реймой оды торжественная о ну и желал счастья благо для своего отечества пытавшийся примирить и красных и белых поэт из коктебеля максимилиан волошин оттого продолжать споры раздувать конфликты взращивать гнев ненависть спорить о прошлом не ради познания именно что ради споров значит предавать и тех и других и красных и белых 12 с половиной миллионов людей мы потеряли в гражданской войне ну а сколько потеряли после сколько потерять можем если не примиримся с прошлым как писал все тот же пастернак поражение от победы ты сам не должен отличать и вот к слову сейчас в севастополе устанавливают памятник примирения да неоднозначный памятник но на мой взгляд тут важная идея первичная идея ведь севастополь в данном контексте показателен ведь здесь начинались первые ростки революции полил из пушек крейсера чаков здесь же ровно сто лет назад состоялся великий исход с графской пристани наши соотечественники покидали русскую землю и многие не вернулись обратно и кто-то сгинул на чужбине а кто-то там на чужбине прославил россию как наши писатели-эмигранты гайто газданов борис зайцев евгений замятин великие имена а кто-то вернулся как андрей белый или вот были же и те кто работал на другой стороне ну например максим горький и горький заслуживал нобелевской премии его номинировали но не дали во многом за его красных взглядов а дали тогда премию другому русскому писателю бунину который жил в эмиграции какие разные имена разные взгляды разные диалоги разные судьбы горький и бунин разные но вместе они составляют полноту русской литературы русской культуры в целом все это я говорю к тому что нашу историю невозможно сузить стандартизировать отформатировать она очень пестрая очень разная очень яркая и кровь наша красно-белая вот прекрасно об этом пишет юрий трифонов в романе старик есть там такая чудесная фраза вот этого не понимаю красные да белые мракобесы да ангелы никого посередки а посередки то все и от мрака и от бесов и от ангелов каждом да безусловно прошлое важно расшифровывать важно извлекать из него уроки делать выводы но ни в коем разе нельзя ставить прошлое на службу идеологии прекрасно об этом сказал русский философ алексей лосев мы знаем весь тернистый путь нашей страны мы знаем томительные годы борьбы недостатка страданий но для сына своей родины это все свое неотъемлемое родное это на самом деле не просто красивые слова мудрого философа нет на мой взгляд это руководство к действию потому что только вобрав себя нашу историю в полной мере только приняв ее во всем своем многообразии только осмыслив прошлое можно спасти будущее для такой страны как россия это не просто важно это жизненно необходимо это тоже своего рода революция прежде всего революция сознания но вот она еще должна произойти это была программа игра в классики берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и много терпения